История России как страны Его подменили злым прозападным двойником, и он, в свою очередь, отменил календары, официально насчитывающие более 7000 лет сотворения мира и русской истории, использовавшейся на протяжении многих веков в Древней Руси. От тех же самых теоретиков входит еще одна теория о том, что Русь никогда не захватывали монголы, и монголо-татарского масшествия, и монголо-татарского ига не существовало, ввиду некоторых противоречий, некоторых фактов в исторических записях, связанных с данным историческим периодом. Семь тысяч восемь лет назад до 1700 года был звездный год, в котором великие русы победили могучую армию Аримии, тем самым сотворив мир. Но мир не челесы, а челесай. Современный русский язык не может объяснить огромное количество слов-манимомов, что пишутся одинаково, но имеют совершенно другое звучание и значение. Секрет прост, в русском языке было 49 букв, и под сокращение попала и буква, и с точкой, что, в свою очередь, использовалось в слове «мир». Мир челесы имеет значение отсутствия войны. Мир челесы с точкой имеет значение вселенной. В советское время была фраза «миру-мир», то есть «миру-вселенскому мир без войны», но и со удаления букв и кастрации русского алфавита «м***» не можем по-настоящему понять значение этих слов. Прозападная династия Романовых постепенно вырезала всю русскость культуры. На фресках и гравюрах, которые изображали поверженного дракона Витяземарием, дракон, как символ Китая о Риме, был заменен на абстрактного змея. А Витязярий, который на Руси миновался как Юрий, получил имя Георгия, что по-гречески означает «землепашец». Следует ли напоминать, что землепашец, который орает землю, есть Арий? Ариц. Тем не менее, святой Георгий так и остался покровителем землепашцев в большинстве современных культур. И теория о том, что мир был сотворен после Великой Победы, применяется и на 9 мая 1945 года, когда Россия побеждает сильнейшую в мире державу, вынуждая ее подписывать мир, тем самым его сотворив. Но что, если не будет никакого Дня Победы, а наоборот, будет День Всемогущего Поражения? Как бы вывезел мир при таком раскладе? И как бы действовали наши предки? В этом видеоролике вы это узнаете. Приятного просмотра! Три года назад, перед официальной датой Победы, а именно 1942 года, подписывает акт о своей капитуляции СССР, возглавляемый не Сталином, а Бухариным. Спустя 10 лет, в 1952 году, Россия пытается нанести ответный удар. Но терпя поражение за поражением, в неудачной битве за Москву, Россия, в конечном счете, разваливается на мелкие княжества. И одним из этих княжеств было так называемое Арийское Братство, оправдывающее успех немцев и поражение России, деградации последней, как в культурно-моральном плане, так и в военно-промышленном. Главе этого самого Братства, Вагнеру, начало партии меньше 25 лет, что значит то, что главой города Перми он стал чуть ли не 18 лет, подарив мирному пермскому городу жесткую иерархичную систему в совмест с грабежом и бандитизмом. Вы являетесь отличными претендентами на вступление в Братство, однако место свободно лишь одному. Перед вами пистолет с одним патроном, и кто быстрее схватится и выстрелит в голову другому, получит место в Братстве. Ура! Я победил! По-молодому братству было много людей, готовых хватиться за власть. Неизвестный человек под именем Декрет Шульц выходил на лютого немца, не являясь таковым. Его мистический образ внезапно быстро позволил взлететь по карьерной лестнице. И будучи никем, за два месяца он смог получить достаточное количество авторитета, чтобы начать испаривать режим братства, не боясь за это никаких последствий. И поскольку братство – это не более чем протест против исторически сложившейся России, не было никаких удивлений от того, что опорные конструкторы братства в виде немецкой расовой теории начали подвергать сомнению, говоря, что реальными властями мира должны быть русы, а не немцы, чей миропорядок вскоре схлопнется ввиду деградации и упадка внутри страны и умов их руководства. От этого многие нерешительные члены братства начали веять слухи про принадлежность Шульца гестапо или ЦРУ. Дескать, он знает больше и способен на больше. Быстро став генералом, исходя из перестрела ГТА Стандрес, Шульц стал крайне близок к голове братства. И за два года ограбления соседей, а также сразу после завершения операции по занятию Уфы, плечом к плечу, Вагнер и Шульц планируют совместные спецоперации по объединению с Западной Россией. Божественная рапира Вагнера предлагает использовать немецкий Блицкрик на российских землях, в то время как Шульц вместо этого предлагает не насиловать коня и вместо этого просто всех Копротивленцев ликвидировать, разграбить, перенасиловать и обратить в рабство, словно древние русы в древние времена. Пользуясь своим еще большим авторитетом, в армию братства начали давать мечи и кувалды, и первое свое применение уже нашлось после захвата монархической вятки, когда войско-братства начали использоваться и кувалды уже для разноса храмов с их иконами и книгами. По мере покорения Западной России, Бутрум Вагнер с еще большим презрением начал смотреть на каждую завоеванную область, не видя никакой пощады ко всем тем, кто не был жителем Перми и его окрестностей. Вагнер считал, что большинство россиян рабский менталитет, и это будет очень сильной головной болью перевоспитывать каждого запкадыша на пермский лад. И посему Вагнер, как самый ярый любитель Баварского, стремился сразу же после объединения Западной России добровольно вступить в состав Германии, да уже немцы разбирались с партизанами. Однако и здесь Вагнер смогли найти свой ответ. Дик Решульц, вместо банального лишения всех прав и свобод всех тех, кто не был рожден в Перми, предлагает наоборот, убрать все ограничения по правам человека и дать возможность всем русским чувствовать себя свободно, поскольку именно противоположного и добивались немецко-фашистские захватчики, стремящиеся удалить Гиверборею и Древнюю Русь из мировой истории, обращая всех россиян в рабство. Мы должны немедленно освободить всех славян. Сначала финны, потом поговорим. Братья, смотрите, кто к нам пришел, что за шуты несчастные. Мы есть русы из Западной России, пришедшие божью кару устраивать финским оккупантам за оккупацию Карелии. Напав на Финляндию после столкновения на границе, началась карельская бойня, в которой существует мифическая Мурманская Народная Республика Русского Народа, что восстала против Финляндии, а на деле решила остаться под ее опекой, сильно опасаясь новое мужское государство. И проблем с снабжением и снегом, русские получили суровую проблему от вражеской авиации, против которой не было никакого ПВО. Прячаясь в шалашах от ковровых бомбардировок, русы переожидали атаку и перешли в код разступления. Благодаря упорным тренировкам до истощения, они смогли истощить врага, и с помощью этого начали полноценный захват всей Финляндии, перестав акцентировать свое внимание лишь на защите Карелии. И уничтожив все вооруженные силы Финляндии, словно хазар в древности, она впервые попала в обнимашки с крайне уродливым отражением Германии, что была ее соединяющей Второй мировой. Теперь, после полноценного уничтожения всей Финляндии, можно было суверенно сказать, что весь запад России теперь принадлежит Пермскому Братству. Как уничтожить Арийское Братство изнутри? Ответ. Нужно просто построить здание в виде члена в центре Пермхайма, и тогда Хьюрер умрет. Золотая медаль. Месяц за месяцем бюрократия за спиной у Хьюрера разрешались государственные дела. Без его осведомления освобождались миллионы рабов, пусть и так, словно при отменении крепостного права. Всяческую попытку внедрить немецкий язык на замену русского тайно притекалась на местах, и пока Хьюрер вздумал, что всё идёт по плану, в реальности все его планы летели в п... Войдите! Ну здорово, охрана! И ликвидировав Хьюрера на месте с помощью подкупленной охраны, во всей западной России была установлена совершенно иная власть, пусть и схожая, но другая. Одержимая идея того, что славяне должны быть властителем мира за место немцев, бывший Зикрет Шульц, а теперь уже полноценный Велимир, создали своё новое государство в виде Кибербореи, что являлась нефической землёй в Арктике, в которой жили наши предки, но больше уже не живут ввиду определённых обстоятельств. Давным-давном наши предки вели войну с высокомерными лимурицами. Мы победили, уничтожив их родную землю, расколов её на сотни кусков. Но и наша родная Кибербория пострадала. Многие участки суши, некогда плодородные, ушли под воду, а Гренландия, некогда являвшаяся великими просторами вечно зелёных и сверхплодородных земель, жидницы всей Кибербории, покрылась вечными льдами. Но мы не сдались. Мы пришли, мы ушли на южные земли вечно холодных лесов, ныне именуемых Сибирью, а тогда названной Сибири. Мы обживали новую землю, сделали её плодородной, и приручили даже на невымерших гигантских двухметровых медведей-мамонтов, которые были нашей кавалерией против Аримии, деградировавших потомков лимурийцев, что смогли выжить на одном из самых крупных осколков их древней родины. А чести себя от любителей коверкать немецкий язык, Элимир отправил на идеальное немецком своё послание Германии и Бургундии, что считает себя высшей в кавычках расой. Тупые безмозглые паразиты. Вау, даже мы недостаточно хороши в лёгкой атлетике, тупые пустословия и тупого существа. И заявив все свои претензии основным гегемоном Европы, Гербории отправил ещё одну телеграмму, но уже государство Израиль, с угрозой её наказания за незаконную оккупацию Палестины, что для Гербории ей законно принадлежит. Целью с кобзинению России, генерал и видный потомк Пушкинской карты Анатолий Иванов-Скуратов начал читать планы по захвату земель, находящихся за Уралом. Прорвавшись не через горы, а через поля, и заняв всё то, что они находят за горой, а за полем, Западная Сибирь оказалась захвачена, и уже после этого, Гербория начала полностью ретрансфицировать все свои мысли не только врагам, но и всему остальному миру. Мир видел в них сумасшедших, что сбежали с психиатрической лечебницы, которая перестала работать во время анархии. Но достигнув небывалых успехов, было трудно спорить, что Гербория из скольких бандитов стала полноценным централизованным государством с крайне сильной и мощной идеологией, с которой Россия не сталкивалась тысячелетия. Гербория входит в век атома и атомного оружия, а также начала чистку среди бывалых членов братства, что сопротивлялись политике Вильмира и были бы готовы сдаться в плен немцам. Застав Израиль каждый день бояться внезапного вторжения от Гербории она постигла многое, и, готовясь к финальному объединению России, избавилась от всех внутренних предателей, что были на территориях Западной и Центральной Сибири. Последним врагом перед финальным объединением Гербории оказались ящеры, что захватили весь Дальний Восток. Однако из-за своих громких речей и высказываний за ящеров начали заступаться немцы, что гарантировали их независимость, и посему последняя битва за судьбу России окажется кровавой. Ящеры в атаку! Бог Перун, помоги мне выжить в славянском котле да выбраться из него и победить врага! Русы, даю вам добро! Выбравшись из Великого Славянского котла в Белоцарске целыми и невредимыми, русы разгромили войско ящеров у Байкала, повторив Великую Байкальскую резню. И от позора ящеры сдались. И перебрасывая все силы русов на запад страны, у немцев теперь не осталось шанса после завершения тотальной мобилизации всех русов. Русы перешли в контратаку, и, деблокировав Финляндию, на фронте у немцев началась паника. За неделю упала Москва, и немцы выпрашивали перемирие на любых условиях, кроме единой и детальной капитуляции. Опасаясь за свой престол, немецкие капиталисты, теряя жилы Кавказа и огромное количество солдат, очевидно, не могли сдерживать натиск Гивербореи. И разрушив свой фронт полностью, Германию некому было защищать, и на Западном фронте было очередное предательство, по итогу которой Гансу Филбингеру, как президенту Германии, нужно было бежать из страны, пока его родину делила Бургундия с Россией. После ликвидации основателя нового миропорядка в виде Германии было очевидно, что победитель в виде России может вполне себе законно взять с собой главенствование во всем мире. И дабы это предотвратить, Бургундия, как самое дельтеранное государство во всем мире, с идеями о превосходстве людей и природы, решила, как самое демократичное государство в мире, вступить в организацию свободных наций и позволить американскому коммунистическому капитализму опережать герборейскую экономику по экономике. Однако набирая огромное количество новобранцев себе в армию, Герборей не решалась идти на холодную войну, и вместо этого готовится к полноценному захвату всего мира, а именно к уничтожению двух оставшихся супердержав в виде Японии и США, последней из которых обратилась к коммунизму. Возвращаясь к своей исторической земле в виде Палестины, Герборей напала на Турцию и ее захватила, пусть и с сопротивлением. При нападении на, собственно говоря, Израиль, находящиеся в полной боевой готовности израильские ВС, не оправдали ожидания герборейских завоевателей, что захватили эту землю. Маленький конфликт был и с Италией, что не поделило Суэцкий канал. Тут даже обсуждать нечего. Недоимперия была быстро сокрушена, а на ее место было установлено марионеточное правительство. Но некоторых видов фашистов Италии удалось завербовать для колониальной администрации. И оставшись наедине со всеми оставшимися державами, Герборея напала на Ирак, Иран, Афганистан, Китай, Маньчжурию, Мэндзян и Японию, тем самым, начав Третью мировую. Точечными ударами современные русы прорывали слабо охраняемую афганскую границу, и через пакистанские равнины выдвигались границы Тибета. Японцы и их сателлиты стояли насверть ради защиты от своей границы. Посему потери с обеих сторон начали насчитывать миллионы. Собрав достаточное количество войск для уничтожения ОСН, был открыт второй фронт на западе. Когда Париж пал, жейцы-наместники Великих русов смогли получить доступ к чудо-муцелевшему архиву того, что должно быть до самом деле в виде Тысячелетнего Рейха до того, как была создана Бургундия, помешавшая выполнить их проекты. Среди множества документов они искали лишь одно упоминание. Тибет. Май 1938 по август 1939 подписано Штурмбарнфюр СС Эрнс Шефер Отчет об экспедиции в Гималаях Тибет и Непал Подпись принявшей страны и личная подпись Генри Киммлер. В первой записи глава экспедиционного корпуса заявляет, что нашел крайне странную и едкую аномалию, которой этот самый корпус и выдвинется. Спустя практически месяц, 10 марта, появляется следующая запись, гласящая уже об ужасе той поры, что повидали чудом выжившие из экспедиции ребята. С тех пор никто больше не осмелился зайти в Тибет для поиска Великой Шамбалы и Камня Бессмертия. Однако русы не были теми, кто боялись смерти. Русы были теми, кто был готов ее преодолеть. Пусть армия Тибета и пыталась сопротивляться, но простой народ Тибета видел русов как освободителей. Один из местных пастухов во время расспроса в ущелье со странными смертоносными ветрами отвел группы жреца к горам и, указав в сторону уходившей вверх узкой тропы, сказал «Ваша судьба там». Описывая литературу на всю поездку по тропинке, было ясно лишь только одно. Они нашли таинственный город. Он стоял в первотном состоянии, словно жители его оставили русом, раздуившись в воздухе как ветер. В центре города воздушался великий храм, его размеры превышали Фольксхала в 10 раз, который в сочи был самым большим зданием в мире, как минимум в Европе. После окончательной победы над Аримией, когда их недобитки в страхе бежали от нас в джунгли Южного Китая, один из захваченных во время битвы полководцев, смертельно раненый перед самой своей кончиной, промолвился, что выжить на протяжении всех этих долгих веков вымирание им помогало древнее тибетское чудо, сокрытое где-то в горах. В неизвестном городе тайн, загадок и, возможно, бессмертия Шамбала. Узнав о том, что храм был успешно найден, к нему на своем элитном самолете начал выдвигаться Велимир. Будучи невероятно тяжелым, храм смогли открыть лишь десять элитных стрелков из отдельной воздушно-десантной бригады Вечности Маргал, запомнившись тем, что она элитна. Взойдя внутрь, Велимир увидел какую-то чашу, гладь которой покрывалась волнами с каждой новой каплей. Выбив ее полностью залпом, его сознание летело сквозь вселенную, ведя начало и конец, рождение со смертью. Историю и вымысел, боль и страх. Велимир за одно мгновение оказался выше и сильнее всех. Ему протянули небольшое зеркальце, и взглянув на него, он ошарашился. В его глазах больше не было зрачков, а вместо этого была видна вся вселенная. Седина пропала, и его внешний вид был словно четырнадцать лет назад, как только он ствел в Пермское братство. Теперь он снова молодой, но его внешность начал напоминать кое-какого парня из Херсона, что сильно любит поесть. Грубо говоря, Велимир стал богом, и теперь он может контролировать реальность. Но не страна величественность Велимира, фронт в Гибербореи поплыл, и флот начал терпеть неудачу, в то время как Ария Маньчжури оказалась сенземрализована ввиду недавних побед Японии. И от этого в Гиберборейском обществе началась паника, и мало кто уже верит в могущество Великого. И за эти полгода из полуанархичного состояния Украина начала себя чувствовать триумфатором воли, осудив последние районы северных Великой. Однако пропаганда со всех щелей начала давно закапывать в могилу идея самой России на диаграмм подход среди всех сепаратистов регионов России. Как оказалось, не все события должны быть в пользу России. Иногда есть то, что не суждено было сбыться. Битва за Ла-Манш поражение России. Битва за Желтое море поражение России. Битва в Индийском океане поражение России. И это безумие и прекрати нам рисовать поражение. Дай танки русам. Мы проиграли в первый раз только не из-за того, что среди нас была куча предотелей. Русы без предателей никогда и ни при каком раскладе не проигрывали. И с помощью божественной воли Велимир был теперь способен менять реальность. Посему фронт Маньчжурии был быстро восстановлен, найдя себе союзника в виде Вьетнама и вместе с ним освободив Корею и всхлюпнув весь Китай. Потери в конфликте с обоих сторон были чересчур огромными, но это было лишь только начало. Захватив огромную и дойдя до Кейптауна, в бой уступила девочка Аргентина с крутыми очками, дав плацдарм русам в Южной Америке. Подружившись с Фиделем Кастро и его братом на Мексике, русцы захватили Америку и тем самым сотворили мир. 9 мая 1976 года с рождения Христа положит начало новому летоисчислению сметного царения миропорядка России. Вот такой итог партии за Киверборею, в результате которой мы сотворили мир. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите положительной концовки моих предыдущих видео. Всем удачи. Ну а спонсором данного видеоролика был проект Интриг под названием Цивилизация. Уникальная экономическая система с военными заводами, доходами и фабриками прямо как в Хойке. У них есть два игровых сервера, калькуляторный, где экономика через ботов, и литературный, где экономика через конкретного человека. Выбирайте тот, который больше подходит по игровому стилю и играете. С такой отзывчивой администрацией вы всегда будете защищены и сможете получить помощь в любых вопросах, связанных с данным проектом. Цивилизация также отличается уникальным оформлением и интегрированной механикой боевого пропуска, прямо как в Доте 2, которая позволяет получать бонусы для государства, либо своих денег и многое другое. Дефолт или голд, узнавайте новые возможности каждый день. Вайпы проекта Цивилизация происходят три недели, и уникальные механики поддержки войны, стабильности и ролевой игры позволят вам дать возможность полностью погрузиться в игровую реальность. Поспешите и приходите к ним, став частью их цивилизованного проекта прямо сейчас, ведь буквально недавно был первый вайп, а именно 7 мая. Короче говоря, приглашаем вас поиграть в Hearts of Iron 4 без Hearts of Iron 4. Ссылки в описании.